Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я, пожалуй, не буду его читать, в целях конфиденциальности я предпочитаю оставить это за кадром. На мой взгляд, это было бы правильно в данном случае. Что я хочу сказать? Ну, наверное, первое, с чего бы я начал, это с того, что вам нужно очень хорошо, очень хорошо в этой ситуации, на мой взгляд, посмотреть на свои собственные отношения к тому, что, собственно говоря, произошло. Да? Потому что в целом ситуация, которую вы описываете в целом, не является какой-то действительно необычной в целом. И в целом, я, наверное, думаю, что дело здесь, конечно, не в том, что кто-то кому-то пишет, да, и вот кто-то там кому-то, да, в интернете что-то говорит. А дело здесь, наверное, больше касается ваших отношений и характера ваших отношений с, ну, с человеком, с вашим мужем. Вот. И с тем, как они у вас развиваются, что первая ваша реакция на его действия, это именно вот, все, все, уходи, значит, там давай расставаться, так далее. То есть, такая реакция, на мой взгляд, возможно только в случае, если вы не очень хорошо знаете и не очень хорошо видите личность вашего мужа. Вот, не очень хорошо, отдаете себе отчет в том, какой это человек, что для него важная ценность, что в его жизни, так скажем, происходит. И тогда, это первое, это первое момент. То есть, попробуйте определить для себя, как вы относитесь к мужу, вот. Как вы своего мужа видите, ну, в целом, как вы его воспринимаете, вот. Вот. И нет ли между вами каких-то проблем, вот. Нет ли между вами каких-то сложностей, каких-то трудностей, каких-то подводных камней, которые могут ваши отношения ухудшать. Вот. Это первое. На шпу я бы хотел обратить ваше внимание. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, это на характер его действий, да. Вот. На выбор, значит, человека, которому он, который он пишет. И здесь, конечно, ваши переживания понятны, в этом смысле. Здесь, конечно, ваши эмоции естественны и нормальны. И поэтому так важно, чтобы вы для себя постарались как раз-таки, как раз-таки увидеть отношения в свое как-то. То есть, если неприемлемо для вас то, что произошло, если вы не чувствуете, что хотите как-то выяснять, прояснять, да, разговаривать, вполне возможно, что выводить отношения на какой-то новый уровень. Вот. Если ничего этого вам не хочется делать, то в таком случае действительно имеет смысл оставаться. То есть, правда, тогда есть такой вопрос, да. А как вы, вот, были в отношениях в свое время? То есть, на чем эти отношения, собственно говоря, держались? Вот. То есть, что вас объединяло, если вы готовы, значит, расстаться, да, без желания, там, человека понять, без желания вникнуть в ситуацию, даже если она, вот эта ситуация, да, неприятная. Вот. Даже если эта ситуация, вот она такая, какая она есть. Вот. А этот вопрос тоже себе, на мой взгляд, нужно задать. Вот. То есть, есть ли у вас вообще чувства к мужу в таком случае? И какие они эти чувства к мужу? Вот. Я, конечно, здесь говорю не в том смысле, что обязательно, что у вас их нет. Вот. Я здесь больше говорю, скорее, именно о том, что характер ваших отношений для меня, в данном случае, представляется, ну, представляется некоторой загадкой. Вот. Может быть, вы сами как-то вот начали чувствовать, да, начали ощущать, что, ну, что в какой-то степени отношения стали пробуксовывать. Вот. Ну, вот. Если это так, да, если это так, то я думаю, что, ну, я думаю, что ваша задача заключается Заключается в том, чтобы это увидеть и из этого сделать выводы для себя относительно того, в каком направлении вы хотели бы двигаться вообще. Вот. Куда вы хотели бы двигаться? Ну и как вы хотели бы двигаться? Вот. Это то, на что тоже хотелось бы обратить ваше внимание, конечно. В целом, если вы чувствуете, что вам нанесена некая травма, если вы чувствуете, что... Ну, если вы чувствуете себя плохо, то, конечно, это нужно... Прожить. Вот это... Состояние помочь. Вам нужно помочь прожить это. Вот. И определить с тем, в каком направлении вы хотите двигаться. Сейчас. Именно сейчас. Вот. В каком направлении, куда вы хотите двигаться и так далее. То есть, это вот очень важный момент, на мой взгляд. Вот вы спрашиваете нас о том, что делать. Да? Что делать, чтобы что? То есть, какая цель у того, что вы хотите делать? В каком направлении вы хотите двигаться вообще? Сами. Можно отношения гармонизировать, если есть желание. Вот. Как-то вот... Как я и сказал, вывести их на новый уровень. А можно... Ну, действительно... Расстаться. Можно. Вот. И вам. Двигаться. Дальше двигаться вперёд. Что вы хотите там. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. Полный ответ. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.